В Зерендинском районе состоялась научная конференция «Полевой семинар», посвященная 65-летию Кукшетауского опытно-производственного хозяйства. В ходе конференции обсудили особенности растеневодства и органического земледелия на севере Казахстана. Кроме того, состоялся выезд на научное поле и экскурсия в музей, посвященная развитию агрономии. Подробнее о мероприятии в сюжете. Мероприятие началось с торжественного открытия постамента. В формате круглого стола обсуждалась работа опытно-производственного хозяйства. Это селекция многолетних кормовых культур – картофеля, совершенствование приёмов повышения благородия почвы, также районирование растений. Наша основная работа – выполнение государственных заказов, в том числе производства необходимых именно для нашего региона сортов, для фермеров, занимающихся сельским хозяйством. Востребованы зерновые и масличные культуры, многолетние травы и корнеплоды. Научно-исследовательская работа тесно связана с внедрением в производство. Хозяйство занимается научной работой на площади 2358 гектаров. По программе грантового финансирования «ЖАЗ-Галам» учёным было выделено 57 миллионов тенге на проведение исследований. Ещё 10 миллионов по программе целевого финансирования. Жара и засушливость в регионе поставили новую задачу – необходимо кормовое зерно, устойчивое к этим условиям. Ведётся работа по выращиванию сорта пшеницы «Тритикали». 46 миллионов тенге – базовое финансирование хозяйства. «Институт наш в своё время процветал, конечно, более, помощнее был. Ну, в связи с финансированием, мы прекрасно понимаем, в связи с финансированием, были немножко другие вопросы возникали. Но в любом случае самое главное – мы сохранили. Сохранили костяк, сохранили людей, сохранили кадры. В первую очередь кадры надо воспитывать. Поэтому ещё раз хочу всех поздравить». «Мы все знаем, сейчас новые технологии приходят в сельское хозяйство. Желаю вам, пусть работа будет плодотворной. Счастливого 65-летия!» Кокшатавским опытно-производственным хозяйством разработаны 51 рекомендации и монографии. Опубликованы 12 сборников научных трудов. Подготовлены 5 докторов и 12 кандидатов наук. 9 докторов PHD. Запатентованы выведенные сортам многолетних трав и картофеля. Эльмира Аспанова, Павел Соловьёв, Жамбул Болтаев, Коксе Акпарат.